В реальной жизни все еще интереснее. Разные лампы имеют разный спектр свечения. Еще лет 15 назад в наших домах были только лампы накаливания и галогеновые лампы. В производственных помещениях и в транспорте встречались так называемые лампы дневного света, правильно их называть алюминисцентными. Сейчас появились энергосберегающие лампы, которые по сути являются теми же алюминисцентными, но более компактными и самодостаточными, а также светодиодные лампы. Уличное освещение обычно используют совсем другие источники света. В деталь вдаваться не будем, но общая суть, я думаю, понятна. Чтобы создать эффективный источник света, нужно дать максимум освещенности при минимальных затратах электроэнергии. Отражатели и прочую оптику придумали и использовали где могли уже давно. На чем еще можно сэкономить? Что можно сказать про лампы накаливания? Про те самые лампочки Ильича, кроме того, что они весьма прожорливы. Такие лампы не более светильники, чем обогреватели. Они имеют очень широкий спектр излучения. Это обусловлено самим принципом получения свечения. Здесь нагревается до раскаленного состояния вольфрамовая спираль. Отсюда мощное тепловое излучение в нагрузку к малоэффективному световому. Всевозможные энергосберегайки и трубки дневного света используют совсем другой принцип. Если в лампочке Ильича светится нагретое тело, в качестве которого выступает вольфрамовая спираль, то в люминесцентных лампах светится люминофор. Специальное покрытие, которое переизлучает энергию в видимом спектре. И от типа люминофора зависит, какого спектрального состава будет свет. Люминофор также использовался в электронно-лучевых трубках в телевизорах. Там он изначально имел голубоватый оттенок, отчего старые черно-белые телевизоры называли голубым экраном, а новогоднюю телепередачу – голубым огоньком. При комнатном теплом свете свечение экрана действительно казалось голубым. Сейчас не надо быть ньютоном и даже не нужна стеклянная призма, чтобы увидеть спектр свечения ламп разного типа. Возьмите компакт-диск и посмотрите на отражение. Под определенным углом вы увидите разложение в спектр. Отражение разных источников света будет давать разный спектр. Для лампы накаливания оно будет непрерывным, для всевозможных экономичных ламп – менее ровным, с выраженными провалами. Вот типичный спектр свечения люминесцентной лампы. Как видно, тут есть ярко выраженные пики. Дешевые лампы используют люминофор, который имеет основное излучение в синих и желтых бластях спектра, а в красно-зеленом – менее интенсивен. Глаз воспринимает это как белый, но в отражении он искажает цвета. Если зеленый холст – это такой холст, который поглощает свет всех цветов, кроме зеленого, то в свете такой лампы зеленого мало. Получается, что холст будет казаться темнее, чем он есть. Да и цвет будет восприниматься иначе, чем в полном спектре. Если осветить тот же холст лампы с непрерывным спектром, то мы все знаем, что они имеют желтоватый оттенок, еще говорят теплый свет. Но к такому искажению спектра глаз легко адаптируется. Кстати, о таких искажениях. Про них-то точно нужно помнить в компьютерной графике, фотографии и видео. Подробнее об этом в следующем видео. А в завершении темы про спектр ламп. Хочу напомнить, что на дворе давно 21 век, и свое место занимают светодиодные светильники. Если сберегайка примерно в 5 раз, экономичнее старомодной лампы накаливания, то светодиодные лампы вовсе 10. Здесь идея сужения спектра излучения заложена самой природой излучения. Как следует из названия, свет излучается диодом. Это полупроводниковый прибор с одним ПН-переходом. От состава полупроводников зависит частота излучаемого света. Но важно, что спектр излучения будет узким. Таким образом, светодиод не только мало обогревает атмосферу, но и может излучать именно те частоты, которые нам нужны. Ведь мы же помним, что глаз наиболее чувствителен к трем цветам спектра. Так почему бы именно их и не воспроизвести? Я весьма смело заявил, что атмосфера светодиодной не греет. Относительно ламп накаливания действительно большой прорыв. Но полупроводники тоже греются. Например, процессор вашего компьютера греется весьма сильно. Сейчас стали появляться уличные светодиодные фонари. Там одной из основных проблем является, как раз, как ни странно, отведение тепла при плотном размещении мощных светодиодов. Долгое время не могли получить триаду РЖБ. Если красный и зеленый светодиоды существовали давно, то воспроизвести синий цвет не получалось. А без этого не получалось воспроизвести белый. И тому японцу, который все-таки смог создать синий светодиод, недавно вручили Нобелевскую премию. Так вот это было важно и непросто. Продолжение следует...